На сцену приглашается Цитик Алексей и Сальников Евгений из города Минск, Беларусь. Волшебная у нас сцена. Здравствуйте. Привет, ребята. Мы рады вас видеть. Вы тоже. Спасибо. Ребята, из Минска приехали давно? Сегодня. Часов шесть назад, семь. Видимо, уедете в зависимости от того, сколько выиграете. Конечно. То есть, если выиграете 50, то? То останемся жить. Мы рады, мы рады беларусам. Ребята, скажите, чем вы занимаетесь? Мы инженеры Минского тракторного завода. Спасибо. А нам-то за что спасибо. Что пригласили. Да? Ну, здорово. Скажите, ну хорошо, вы же инженеры. Серьезные ребята. Серьезные мужчины. Уже семь есть наверняка, да? Ну, нет. В активном поиске. Вы в поиске? А вот что вы в Киев приехали. Конечно. У нас, конечно, симпатичные. Да. Так хочется прям спросить, что в коробке. Ну, коробка для денег, мы надеемся. Серьезно? Ну, ладно, тогда удача. А шутки сами пишете? Конечно. Да? Да. А когда? Ну, я думаю, в обеденное время, где-то с 11 до 4. Вы думаете или вы помните? А, с 11 до 4? Да. У вас хороший аппетит, ребят. Сиеста. Жень, Леш, скажите, а вы же не первый раз вот так, чтобы решили поехать, написали шутки и приехали. Видимо, писали до этого, где-то проверяли их, люди смеялись. Ну, где-то что-то смотрят заводской самодеятельности. Выиграли. Да, пой белорус. Ребят, ваша мечта отдохнуть на море. Да. Вы не были никогда на море? Я не был. Серьезно? Очень мечтаю. Блин, мы уже за вас болеем. Спасибо. Леша и Женя из Минска. Ребят, первая минута пошла. Начинайте. Женщина, родившая тройню, когда кормит первых двух, заставляет третьего понервничать. Очень сильно чихнув, Василий Веростюк удалил себе аденоиды. Белорусский ежик сворачивается в клубень. Мальвина состарилась, но был и плюс, ей не пришлось перекрашивать волосы фиолетовые. Призывник под окнами роддома кричал, Машка, можешь не рожать, я не годен. Друзья, знаете, приехали к вам в Киев, у вас только много девчонок хороших. Юбочка ходит, ножки эти в колготах. Да, колготы это красиво. Колготы это тепло. А я говорю, красиво. А я говорю, тепло. А я говорю, красиво. То есть, по-твоему, вот это красиво? Хорошо, по-твоему, вот это тепло? Ребят, вы выигрываете одну тысячу гривен, хотя, на самом деле, в таком виде вы могли в переходе больше заработать. А Витя, ты помнишь свою первую фразу? Мужик солидный, ребята пришли в костюмах, да? Как все поменялось за одну минуту. Вот как человек на море ходит, аж колготы напялил. Ну, молодцы, поздравляем. Спасибо. Ребят, ну и, конечно, вы знаете правила нашей игры, у вас есть шанс заработать в пять тысяч гривен. Вы воспользуетесь этим шансом. Конечно, давайте попробуем. Давайте под ваши бурные аплодисменты, давайте. Жена летчика-испытателя, пока муж на работе, испытывает то, что с мужем не испытывает. Анжелика уволили из секса по телефону, потому что она любила посреди разговора отхлебнуть борща. Очень толстый мальчик упал в открытый канализационный люк по пояс. Жираф, объевшийся виагрой, не может кивнуть. Милиционеру под ноги упала граната, но он не растерялся, а разбросался. Ну что ж, друзья, давайте веселее. Неопытный шеф-повар. Шеф, что с рукой? Фарш крутил. У-у-у-у. Священник на свидании. Дорогой, это наше с тобой 666-е свидание. Что ты хочешь мне сказать? Иди к черту! Робинзон Крузо на необитаемом острове. О, пятница! Ребят, я вас поздравляю, пять тысяч гривен, вы уже выигрываете на данную минуту. Это случайность. А там даже не у тебя, а там и у Жени было раньше. А у Жени с детства такое. Выражение лица. Скользкий тип. Я что-то не понимаю, по-моему. Это нормально, это тоже с детства у тебя. Тик у тебя или что? Нервный. Ребят, у вас есть пять тысяч. Ну что, мы идем дальше, давайте попробуем. Давайте попробуем. Десять тысяч гривен на кону. Поехали. Водитель Жигулей врезался в цементовоз. Виновник ДТП вторую неделю не может скрыться с места преступления. Натасканный украинский медведь зимой сосет не лапу, а газ. У маленьких цыганят прорезаются сначала молочные, коренные и только потом золотые зубы. В жаркую погоду статуя писающий мальчик делает радугу. На гопника Сережу наехал каток. Теперь он ровный, но не четкий пацанчик. Друзья, идем дальше. Терминатор и дизайнер швейной фабрики Лесси Украинки. Та-ра-та-та-та-та. Мне нужна твоя одежда. Слава богу, хоть кому-то она нужна. Возьмите, пожалуйста. Очень немецкий штаб. Мой генерал, у меня послание от пойманного русского шпиона. Докладывайте. Хэть, тьфу, восклицательный знак. Ну что ж, друзья, идем дальше. Пятьдесятая секунда. Ол-ин. Давайте попробуем. Как это, что это? Озвучка порнофильма. Евгений прокололся, да? Да, видимо, Евгений на последней секунде прокололся. А вы не знали, Виктор, что Евгений киноман, да? Вы мне свои лучшие диски верните мне, те, которые меня взяли. Да, видимо... Соберетесь там вдвоем, смотрите. А вы же говорили, вы смотрите Форест Гамп. Так и называется. Ребят, при этом вы выигрываете 10 тысяч. Спасибо. Эти аплодисменты вам. Ну и, видимо, это был ваш последний козырь. Да, это наш последний козырь. Огромное спасибо. И хотелось бы воспользоваться случаем. Сегодня у Лешки день рождения, ему 25 лет. Давайте все дружно поздравим его. У моего друга день рождения. Спасибо. Спасибо, Леха, с праздником, с днем рождения. Эти деньги подарок тебе, Леха. Все. Леша, хороший подарок. Спасибо. Я считаю, хороший вечер. Ну и вечером в кино, как вы любите. Конечно, да. Спасибо всем. Брюки сняли и в кино. Спасибо. Рассмеши свежного. Сделай, что горит, спьянся. Рассмеши свежного. Спасибо огромное. И столом валяться. Рассмеши свежного. Пусть намочит колготки. Рассмеши свежного. Но только не использующие годки. Знаете, очень здорово вас гостеприимно встретили. Нам очень приятно. Вот этот воздух свободы, да? Спасибо вам.